Добро пожаловать, генерал, в General's The Hour! Карта Natural Certs сверху стартует в Fargo, Китай, ядерные войска. На нижней позиции Big Size, генерал, принц, касат, стелс, армия, гла. После просмотра пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь, бейте в колокол, а также подпишитесь на телеграм-канал. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. Прошел челлендж между Сайзом и Fargo до шести побед. Два олдовых бойца решили выяснить, кто же из них сильнее. Хочу напомнить, что идет отбор на мировую серию 2024 года, которая начнется уже в сентябре. Вполне вероятно, парни решили потренироваться. Что из этого вышло, мы сейчас и узнаем. Что ж, Fargo справа, Supply. Кстати, карта это переработанная уже Natural Certs, то есть ее немножечко здесь изменили. Это свежая версия с обновлением Гентула, да, там уже эта карта выходит. Два военных завода, есть еще один Supply, есть электростанция. Слева от Сайза есть норочка. В центре также норку Сайз ставит. И побежал подрывник вперед ловить Supply. Справа также норка строится, прямо под вышкой здесь. И, кстати, Стелсный Ребель уже побежал на захват этой самой вышки. Справа Supply рабочих бы не мешало добавить. И слева также Supply уже вовсю работает, деньги добывает. Есть военный завод, пока фейковый, есть казарма. Ну, ждем, я не знаю, может какой-то подрыв даже в будущем будет. Но пока что Сайз работает, я так полагаю, что через захват вышек. И захват пока у него, кстати, еще не изучен. Ракетчики встали, нужно их в норку обратно возвращать. Можно заказать техничку и вместе с ракетчиками поехать. Просто пострелять те же самые спалтраки. Можно дозеры половить, почему бы и нет. Слева дракон и пост. Поехали, здесь вторая норка строится. Есть ракетчики, начинается настрел сразу и по посту. И, кстати, и по танку дракону также. Сайз здесь перенаводится, но ракетчики все, естественно, сжигаются. Подъезжает еще ближе здесь танк дракон. Минус рабочий, ну и нужно еще ближе подходить. Разжигать просто стену огня, постом дорабатывать. И просто уничтожать позиционку глажника. А здесь все временем подорвался, я так полагаю, буталлмастер. Да, здесь техничка работает. Технички, я так полагаю, ракетчики есть те самые. Да, там один еще и лычку себе получает сейчас техничка. Подбирается один скрапик. Здесь подрывник. Там был подрывничок с помощью подрывничка. Я так полагаю, здесь был отменен буталлмастер. Подрывник бежит вперед, но пост отъезжает. Есть здесь, я так полагаю... Да, вот он, здесь стелсный Ребель, который все-таки будет пытаться эту самую вышку-то захватить. И через подрыв, ну уже, ну, 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 неужели не добежит. Залагал этот подрывник, не получилось буталлмастер-то забрать. Но пост возвращается. Еще один буталлмастер также подходит. А тут тем временем течь. Слушайте, катается та самая, которая с двумя лычками еще и с одним скрапом пробила. Тут с полтраки. Но ее отгоняет и встречается она здесь с буталлмастером. И техничка полностью уничтожается. А тем временем Фаргу своим БМом подъехал и уничтожил рабочих. Сейчас экономику своему сопернику-то срезает. А тут тем временем отмена Норки, я так полагаю. Да, но я думаю, что Норка справится. Норка справляется, БМ уничтожается, разжигает стена огня. Близко рабочему, естественно, подойти здесь не удастся. Сапплай поставить не получится. Не получилось. Также и вышку захватить у Сайса. Здесь пост отработал Ребеля. Ну и надо тогда уже и каркас Неры закрывать. Либо Сайсу просто отменять это строительство. Опять заходит буталлмастер на базу к Сайсу. Отмена рабочих. Экономика, конечно, сейчас у Стелса страдает. А тем временем здесь бежит Стелсный Ребель. Как-то так не получилось передавить его. Фаргу тут проехал дальше. Ну и можно бежать тогда под вышку. И просто пробовать прямо на базе у Фаргу вышку-то и забирать. Одну вышку, кстати, Сайса себе все-таки взял. Два БМа идут вперед. У Стелса нет тяжелой техники. На старте, конечно, одними квадрами воевать против ядерных БМов. Такое все удовольствие. Но есть угонщики. Почему бы и нет? Можно поработать и один из буталлмастеров-то себе забрать. Уничтожаются рабочие. Страдает Сайс экономически. Уже я это говорил. Но это продолжается на протяжении уже 4 минут. И вот уже 5-ая прошла. Неужели и этот буталлмастер-то доедет до Саплая? Но нет. Потерял ракетчика здесь в Сайсе рабочего. Но остальные рабочие хотя бы живы. А здесь рабочих нужно устанавливать. Сайс этим как раз таки и занимается. И подходит репер все-таки под вышку. Ну и нужно, естественно, эту вышку-то захватывать. Слева подъехал буталлмастер. Уничтожил рабочего. И не дали норку, я так полагаю, здесь построить. Квады катаются. Перехватил один из буталлмастеров. Сайс себе у Фарго. Фарго справа. Здесь БМ и Драконом отступает. И сверху есть пост. БМ и Танк Дракон. И захватывается еще одна вышка. И Сайс получает 1000 баксов себе в экономику. Сразу же со старта захвата, скажем так. Ну а у Фарго пока захватить вышки не получается. Но есть, кстати, пропаганда. Есть казарма. Ну и ждем лопу, я так полагаю. Да, вот она эта синяя женщина бежит. Можно пробовать вышку-то захватывать. Палец, кстати говоря, здесь Ребель. Нужно его, естественно, уничтожать. Можно прям не ЦМ, кстати, его и передавить. БМ возвращается. Можно сделать это, в принципе, и Буталл Мастером. Слева Угонщик побежал вперед. БМ просто стоит. И Буталл Мастер Сайс себе забирает. Ребеля передавливает. Вышку себе, Фарго назад возвращает. Но, в принципе, он-то ее и не захватывал ранее. Но она на базе у него стояла. Поэтому себе назад вернул. Теперь она качает для Китая деньги. Один из Буталл Мастеров, похоже, что сейчас отлетит. Разжигает стена огня. Много квадов. Но и один квад сейчас, похоже, что Сайс потеряет. Пытается здесь ЕЦМ-ка его догнать. Подмораживает. Но неужели уйдет? Уже две ЕЦМ-ки пытаются, слушайте, его морозить. Но он уходит. Он все-таки уходит. Не получилось здесь его забрать. Буталл Мастер отступает. ЕЦМ-ки также. Вся, в принципе, армия. Вот Фарго сейчас идет обратно вверх по карте. Подъехал Дозер. Ну и нужно ставить здесь третий ресурсный центр. Буталл Мастер подъехал. Который Сайс ранее здесь под вышку перехватил. Ну и работает Лотос. Захватывает вторую вышку. Теперь у Фарго их уже две. У Сайс только пока одна. И БМ заходит опять на сопла и уничтожает рабочих. Тут Нордка работает против этого Буталл Мастера. Нужно помогать. Конечно же, квады подводить. На центре также идет атака от Фарго. Захватывается один из Буталл Мастера. Квады выходят. Но нужно бить Оверлорд Ядерный. Есть пропаганда. Соответственно, есть Оверлорд. И нужно его, естественно, уничтожать. Эх, был бы Джарман Кэл. Но есть дворец. Кстати говоря, а где же Джарман? Выходит радарный фургон. У Сайса появляется миникарта. И минус 3,5. И слева у Фарго на базе. Нужно возвращать, естественно, опять восстанавливать. Ну и не мешало бы, конечно, Буталл Мастера, что уничтожит. Тем временем Сайс вышку перехватывает себе. Фарго ее ранее через Лотос захватил. А вот Лотос та самая, которая эту вышку-то захватила. Бегает пока на центре карты. Можно, кстати, взять и вот этот госпиталь. Тогда юниты получат ремонт на всей территории карты. Ставится третий ресурсный центр. Ну, вот этот БМ-то нужно уничтожать. Почему-то Фарго этого не делает. Видимо, у него есть дела поважнее. Ну и перехват вышки все-таки-то состоялся. Но есть Лотос. Есть у Фарго Лотос, которая эту вышку может, в принципе, себе назад вернуть. А здесь ядерные Оверлорды. Плюс танк Дракон, который без проблем каких-либо справится с этим Ребелем. Ну вот, вышел ЕЦМ-танк и, наконец, замораживается этот БТЛ-мастер. Он тут наполовину сапплай, можно сказать, уничтожил-то. Но не получилось до конца это сделать. Все-таки тут Фарго отконтролит этот момент. Ну и справа выпад от Сайца. Тут, кстати говоря, он занял себе домик. На центре поставил также ресурсный центр. Уже третий по счету. Ну и направо идет атака. Фарго нужно чем-то принимать. А юниты-то все далеко. Ну вот БМ-ы. Точнее, Оверлорды подтягиваются. Плюс ЕЦМ-ка тут одна есть. И военный завод, слушайте, сейчас похоже, что Фарго потеряет. Да, и сапплай потерял. И военный завод также потерял. Тяжело. Тяжело сейчас Фарго. Хотя со старта казалось, что он прям доминирует. И еще буквально 2-3, там максимум 5 минут. И Сайза просто зарашит. Но Сайз живет. У него есть один ресурсный, второй. Есть военный завод. Есть дворец. Есть, кстати говоря, уже даже фейковый черный инк. Ставится КЦ. У Сайза уже третий ранг. Соответственно, появляется кэш-баунти. На центре также есть сапплай. А здесь Фарго взял себе все-таки госпиталь. Но ракетчики его уничтожают. Также, кстати говоря, здесь занят домик. Фарго здесь посадил пехоту. И поставил даже стационарный гатлинг. Три сапплтрака добывает на центре. Все юниты стягиваются также здесь ближе к третьему сапплаю. Слева БМ был уничтожен. И сапплтраки установлены. И, кстати, починил свой ресурсный центр. Вообще, конечно, было бы неплохо филд, наверное. И ядерную ракету. Чтобы ядерные миги здесь еще кружили. И, кстати, подъехал мотик. А на мотике Ребель. И будет пытаться, так полагается, Сайз сейчас вышку перехватывать. Квады налево ушли. Вышку либо уничтожать, либо перехватывать. Также здесь слева. Но Сайз идет дальше. Вот в этот проход. Вполне вероятно, как сапплай здесь хочет подобраться. И армия в виде двух оверов. И две АИЦ. Две АИЦ М-танка здесь, да. Плюс есть, если говоря, труповод. Нужно выводить, конечно же, оттуда пехотинца. И обратно забирать. А забирать же нужно оверлорд. А почему? Фаргу что-то как-то он залагал. И уничтожается, кстати, сапплай. Третий. Здесь Сайз зашел своими пятью квадами. Один с тремя лычками. И сапплай был потерян. К сожалению, также потерял Фаргу и свой овер. Не дает достроить здесь норку. Нужно ближе подходить. Работает Джарман Кэл. И уничтожает сапплай. Еще больше нор добавляет стелс. Подходят здесь квады под вышку. И Сайз себе вышку-то перехватывает. Снова у Сайза две вышки. Черный рынок уже настоящий. Команды центр вовсю уже как раз-таки тут занимает место на карте. И подходит еще ближе к Фаргу. Но тут появляется уже даже Баттлбасс. Но его все-таки уничтожает. Но правда есть потери. Здесь Джарман Кэл работает. Уничтожает красногвардейцев. Слушайте. Но два овера были потеряны. С разменом на один Баттлбасс. И красногвардейцев тут неплохо отстрелил Джарман Кэл. Еще одна норка также отстраивается. И есть у Фаргу третий ранг. У Сайза, кстати говоря, уже четвертый. И запускается повышение. Летит ковровка. И также уже запускается арт-удар. И вполне вероятно, что все это полетит сейчас на вышку. В принципе, правильное решение. Лишать соперника экономики. Вышку практически, кстати говоря, уничтожил. Но с помощью ковровки добьет уже полностью. Вышка минус. Ставится еще один черный рынок. В дворце сидят ракетчики. Это очень даже хорошо. Но тут случай, если Фаргу каким-то образом сюда сможет прорваться. Но тут всего лишь две нары. В принципе, можно тяжелыми танками просто сюда зайти. Ставится казарма. Вопрос для чего? Тут одно всего лишь здание. Мне кажется, тех юнитов, которые там есть, Фаргу хватает. Но два. Два ракетчика там есть, я думаю. А тут с помощью Джармана был уничтожен пилот в оверлорде. И был Ребель Амбуш. И овер был захвачен. В итоге свои же его и расстреляли. Минус один овер в пачке Фаргу. Вышку. Ну что будет делать Фаргу? Уничтожать? Или опять с помощью какого-нибудь Лотоса переходить? Ну вот Лотос бежит, да, на левый фланг. Я думаю, что Фаргу эту вышку все-таки себе заберет. С экономикой на этой карте не так уж и хорошо, я бы сказал. Но быстро она, по крайней мере, у Чайны уже быстро она заканчивается. На центре тут вышка еще, ладно, есть. На центре добывает. Слева вышку надо брать. Иначе просто не хватит у Фаргу денег на дальнейшее, скажем так, развитие поединка, что ли. И минус саплай. Кстати, я успел его Фаргу продать. Но вот нужны сюда юниты. Нужно как-то защищаться. Вышка сейчас будет. Фаргу-то уничтожена. Здесь сайс работает. Овер себе стащил один. Овер с гатлингом. Там ставится каркас норки. Где-то рабочая, так полагаю, здесь рядом. Да, вот он побежал с третьего ресурсного центра. Будет еще ближе норку ставить. И достаточно близко заходят юниты. Слушайте, тут два ИЦМ танка. Есть три овера. Третья ИЦМ-ка также тут существует. Но отгоняет. Отгоняет Фаргу своего соперника. Рабочий. Но отмена. Отмена каркаса норы. Но она ставится здесь поближе. И, кстати, здесь знак стоит. Восемьдесят. Но я думаю, что в данном случае миль. Не более восьмидесяти миль в час здесь. Как раз так, что из этой норки выходить быстро нельзя. Привод, крайней мере, превышать установленную скорость на этом участке дороги. Красногвардейцы возвращаются обратно на базу. А здесь ракетчики вышку бьют. Вот Фаргу, кстати, ее ранее перехватил. И палец от Джармана. Лотос рядом. Нужно, конечно же, Джармана сейчас уводить. Но, правда, его и бить-то нечем. Фаргу смещается на центр. Сюда же приехал, кстати говоря, Дозер. Командный центр на месте. Четвертый ранг уже у Сайза. Скоро пятая. Там только все бомба и скрытая атака. И три баталбаса, кстати, готовятся. Ракетчики выходят прямо из казармы. Больше нор Сайза не добавляет. Но вот справа норку поставил. И норка на центре также уничтожается. Сайзу нужно бить Фаргу на центре. Так же, как и Фаргу нужно бить Сайза на центре. Чтобы выходить на эти коробки. Но, правда, у Фаргу уже коробок меньше. А вот у Сайза еще достаточно. Поэтому тут выгодно, конечно, очень Фаргу сейчас наступать на центр. Зачем-то пробивая здесь землю. Ну, тут, может, мин-то тут никаких-то, в принципе, нет. Он может подумал, что здесь что-то в стелсе находится. Может, Джарман Кэл подумал, что здесь. Но он дальше. Уничтожается норка. Уничтожен квад. Еще, кстати, ближе здесь подходят рабочие. И два баталбаса подъехали. И бьют командный центр Фаргу. Фаргу, мне кажется, нужно сейчас распродаваться. Потому что нет тут поблизости юнитов, чтобы остановить эти два баталбаса. Фаргу воюет, тем более, на центре сейчас. Ему очень нужны эти коробки. И, соответственно, нужно уничтожать позицию. Уничтожать Саплай. Ковровка прилетела. С помощью ковровки хотел Фаргу отбиться. Но не вышло. Потерян и командный центр. Потеряна пропаганда. Уничтожается электростанция. На пути военный завод Казарма и Саплай, которые уже не функционируют. Там Дозер, кстати говоря, спрятался. Нужно сейчас быть аккуратным своим строителям. Ведь нет командного центра. А строитель достаточно близко. А здесь, на центре. И Джарман тут рядом. Кстати говоря, нет энергии. Почему бы вообще не выбить этого пилота из этого Дозера? Ну, правда, там есть красногвардейцы. Поэтому смысла от этого никакого нет. Ну, вот, наконец-то стягивается техника на базу. Один из баталбасов уничтожается. Уничтожен был Дозер. Сапал траки. Саплай был также потерян. И Казарма здесь только осталась. И ее Фаргу заминировал. Лотос выходит налево. Сюда смещается. Один из баталбасов возвращается обратно на центр. Стоит здесь Джарман Кэл. Выходит Оверлорд. Который ранее был перехвачен Сайзом. Здесь пытается Фаргу наступать. Баталбас вернулся обратно в нору. Работает, кстати говоря, даже еще и стандартный Гатлинг. Здесь нужно Овер скрывать. И баталбас справа подъезжает. Минус один ЕЦМ танк. Ну, можно даже попробовать еще и один Овер здесь закрыть. И это получается, кстати говоря, Сайзу. Но там у него, по-моему, готовились же еще. Да, готовится еще Бас. Есть ракетчики. Палец здесь с помощью Лотоса. Саплай. И, слушайте, уничтожили последний Дозер. Уничтожен был последний Дозер сейчас в Фаргу. Джарман Кэл его выселил. Так, еще с помощью Ребелян, потому что, я так понимаю, был Дозер забран. Да, и ставятся электростанции, ставятся командные центры сейчас на базе у Сайза. И командник, и электростанция, которые были бы у Фаргу. Но теперь это все у Сайза. У Фаргу теперь нет КЦ. У него нет военного завода. У него только казарма на Саплай. Тут, ну, ничего нет. Все это последние юниты. То есть, все-таки переигрывает Сайз своего соперника. Но посмотрим. Может быть, конечно, в этой игре еще что-то поменяется. А почему бы с помощью Лотоса, кстати говоря, не взять этот Саплай. И не вывести рабочего, не достроить свой командный центр. Тогда у Фаргу вновь появится повышение. Нельзя уничтожать тогда этот ресурсный. Убиваются пока только рабочие. Закрываются норки. И, кстати, Саплодраки идут на дальняк. А тут, тем временем, Сайз ставит свое супероружие на базе Фаргу. Даже не командик. Он ставит Скачторм. Причем еще и рядом с Казармом. Ну, надо, наверное, так бить. Этот каркас. Но Фаргу занят. Он пытается захватить. Кстати говоря, здесь Саплай может повышиться. Но Сайз все-таки, да. Все-таки делает распродажу. Это последний юнит сейчас. Ух ты. Еще и Джарман Кэлл здесь отстреливает пилота. Но есть труповоз. Есть красногвардейцы. Обратно возвращаются эти юниты в пачку. Фаргу подходят еще ближе здесь к Фаргу. Но я думаю, что есть чем отбить. Слушайте, еще и уничтожается Джарман тут. Джарман уничтожили. Фаргу принимает решение сдаться. И Сайз побеждает в этом сражении. Ну что ж, на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарии. Ставьте лайк, дизлайк. Подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на телеграм-канал. С вами был Алиус Дженерал и Дженерал Зер Аур.